друзья сначала ответы на вопросы а во второй половине в этом ролике мы сходим с вами в каннах в музей бонара юзер ар ар как не начать рисовать безвкусицу боюсь пасть в художественную ересь ну давайте начнем так мы вы нарисуете несколько работ но небольшого формата берете их в охапку и идете третяковку в эрмитаж в русский музей пушкинский в конце концов или в музей там где хороший вкус у произведений достаете там рядом с произведением свои и смотрите вот так раз на свое и на то великое высокого вкуса и сравнивайте если так ну ничего то нормально не надо бояться нужно делать первый шаг пусть он будет безвкусный пусть он будет не туда но вы через какое-то время через какое-то количество шагов вы поймете что вы идете не туда но развернётесь на круглом ай на стуле и пойдете в нужном направлении если же бояться например вы голодны и боитесь что вдруг невкусно нет я все-таки не буду но вдруг невкусно все-таки вот приготовили мне нет еще подожду и так вы просто умрете с голоду на самом деле конечно же голод победит и вы отведаете это блюдо если она единственная но ничего другого нет но ничего раньше глину ели чтобы забить желудок когда нечего было есть я только не помню где это в какой стране но точно когда был голод или глину user и а живопись оформлять можно в спорту или только акварель я оформляю делаю по спорту деревянные но учитываете очень хорошо если вы будете учитывать примерно хотя бы ну золотое сечение то есть если например рама 3 сантиметра то паспарту 5 и тогда будет ну гармония более гармонично у меня есть видео ролик по цифре 63 как я делаю рамы там как раз показаны вот эти паспарту и рамы все вместе ну кто-то не делает паспарту для живописи кто-то делать вообще картонные но в конце концов я смотрю на качество живописи больше чем на оформление хотя оформление конечно важно с другой стороны я не применяю к своим работам картонные паспарту все-таки деревянный user викию бабульки уж очень хороши интересно вот современных бабули как бы вы изобразили да ничего особенного не меняется когда я езжу 200 километров от москвы но разве что современные может быть городские бабульки но с надутыми губами может быть так было бы веселее да или с драными например джинсами тоже классно александр давыдов гуашь вопрос остался работы помещать в рамки под стекло или есть вариант лака гуашь лаком не покрывают темперой я видел покрывают чтобы она выглядела как масло зачем правда я не понимаю причем мастит их художники при мне прям покрывали темперу лаком я спросил зачем ну как бы вот люди любят живопись масляную покупать но пусть думают что масло ну мне кажется это глупость вот помещать рамки под стекло темперу не обязательно если она на холсте например написано если на бумаге ну да как как акварель как гуашь темпер да можно в рамки под стекло с паспарту и будет хорошо юка когда в изображении начинают искать детали это значит что художник не смог убедить зрителя что эти детали есть причем зритель даже не осознает что его надули вообще хорошие художники это такую жулью я вам скажу всем кто сам обманываться рад настоятельно рекомендую чаще посещать лучшие картинные галереи я тоже рекомендую а там как почувствовать что забыли про детали идите домой в полиции заявление обманутых живописцами не принимают ну да а лучшая картинная галерея юка например дорсе во франции как вам там где например ван гог или гоген не очень-то много я видел детали у того же сезанна очень широкое письмо такое харизматичное неожиданное все гармонично собрано по пятну все работает и детали превращены в общем обобщенная живопись даже не представляю если бы она была насыщена мелкими деталями это был бы уже не сезанна друзья сегодня мы в каннах идем в музей панара и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok